теперь нам нужно настроить наш сайт созданный на wordpress под поиск и так начнем с общих настроек итак наш сайт с оптимизирован под поиск но как нам понять насколько четко срабатывает наша схема продвижения в этом нам помогут специальные инструменты яндекс метрика и google аналитика и так для начала установим яндекс метрику на наш сайт сделанный на системе wordpress по ссылке под видео вы переходите на сервис яндекс метрика давайте добавим наш счетчик для этого вводим название создаваемого счетчика вот это поле и кликаем по кнопке добавить в новом окне снова вводим название счетчика в это поле вставляем адрес то есть ссылку на ваш сайт затем устанавливаем здесь галочку и активируем опцию в визера для того чтобы отслеживать поведение пользователей на сайте соглашаемся с условиями и кликаем по кнопке создать счетчик далее нам нужно установить счетчик на наш сайт для этого выбираем вкладку cms и конструкторы сайта копируем номер счетчика переходим на сайт на который нужно установить сам счетчик а также переходим в панель администратора и устанавливаем специальный плагин яндекс метрика я думаю если вы дошли до вопроса продвижения то с установкой плагина у вас не возникнут никакие проблемы после того как плагин будет установлен мы наводим курсор мыши на вкладку настройки и кликаем по яндекс метрики в новой панели мы вставляем вот это поле скопированный номер счетчика устанавливаем галочку в этом чекбоксе и сохраняем изменения после того возвращаемся на сервис яндекс метрика и кликаем по кнопке начать пользоваться и так вот пожалуйста на счетчик отобразился в панели если мы кликнем по его названию то перейдем в панель подсчета статистики о переходах на наш сайт но что делать если нужно определить например сколько человек перешли в корзину а сколько перешли затем к оформлению заказа для настройки таких деталей используются цели и так для того чтобы настроить цели мы возвращаемся назад и кликаем по значку настроек счетчика появившийся панели мы привязываем на счетчик сайту который мы зарегистрировали ранее в одном из предыдущих уроков в яндекс вебмастере и переходим во вкладку цели а затем кликаем по кнопке добавить цель в новом окне в это поле вводим название цели а затем в это поле вставляем адрес нашей корзины для получения адреса вам необходимо просто перейти на страницу корзины на вашем сайте и скопировать ее адрес из адресной строки браузера после чего вставить вот в это поле также замечу очень важно чтобы в условии к адресу вот здесь стояла содержит это например очень полезно если вам нужно настроить цель на посещение страницы адрес у которой а именно его окончание меняется каждый раз то есть генерируется случайно но тем не менее середина и начало этого адреса остается неизменной поэтому вы копируете участок адреса до того момента где он генерируется случайно и при условии выбора адресного фильтра содержит яндекс метрика будет корректно подсчитывать количество переходов на данную страницу даже несмотря на то что окончание адреса постоянно меняется итак теперь кликаем по кнопке добавить цель наша цель добавлено теперь давайте добавим точно по такому же алгоритму цель посещения страницы оформления заказа пожалуйста и эта цель тоже добавлено как говорится в документации яндекса статистика по целям обновляется в течение двух часов но на практике обычно происходит до 15 минут итак давайте вернемся к нашему счетчику как вы видите у нас появилась такая опция для просмотра статистики по целям давайте кликнем по данной цели вот именно в этой панели вы сможете не только просматривать статистику в разрезе целей но и и редактировать настройки этих самых целей на этом настройки по сбору статистики и анализа трафика с поисковой системы яндекс мы закончили и переходим к настройке аналогичного инструмента от гугла конечно если вы собираетесь получать трафик из этой поисковой системы в сети очень много информации о том как настроить аналогичный инструмент по сбору статистики по трафику из поисковой системы google для настройки интеграции сервисом google аналитик в описании будет ссылка на подробную инструкцию так что смело пользуйтесь ей теперь у вас есть все сервисы для сбора статистики кроме того ваш сайт уже оптимизирован под поиск а вот теперь настало время для того чтобы обсудить методы привлечения начального трафика на ваш сайт